Приветствуем всех зрителей Интерсети. С вами программа Время Космонавтики и ее ведущий товарищ Атомный. Как мы видим, у студенческой научной программы марсианской выделено 2 миллиона 419 тысяч рублей. Они подзаработали чуть-чуть больше. Ну и мы посчитали с другими организаторами этой передачи, что слишком много Марса в нашей передаче. Поэтому сегодня и впервые в мире доступны для студентов миссии в кольцо астероидов. Да-да-да, вот так вот на самом-то деле. Что еще хочется сказать по тому, что проходят миссии в кольцо астероидов? Ну, впервые и чтобы открыть эту миссию, студентам пришлось студсовету принять решение о перечислении 500 тысяч рублей со своего счета. Да, именно 500 тысяч рублей это та цена, которую заплатили студенты, чтобы впервые в истории и среди всех студентов отправиться к кольцу астероида. Давайте посмотрим на доступную миссию. Миссия 8227. Посмотрим детали миссии. Значит, исследовать зону, сделать множество фотографий. Никаких исследовательских оборудований не нужно устанавливать. Значит, мы выбираем зонд мастер, но переходим к деталям нашего зонда и модифицируем его. Несколько модифицируем от стандарта. Во-первых, вы заметите, что теперь он оснащен уже не прибором Пукача, а радиометром счастья, потому что он хочет радоваться астероидам. А также у нас есть узконаправленная антенна высокой частоты. Вы видите, что у нас теперь есть анальный зонд на этом зонде и прибор-радиометр-спектрометр-радость. Вместе с маленькой телекамерой. Это позволит проводить некоторые исследования, которые ранее являлись недоступными. Также у нас широкоугольная камера. Если мы посмотрим на оснащение, мы увидим, что циклическая камера широкого угла расположена снизу, а камера с множеством зума... Вот, в принципе, она установлена спереди, да? Сзаду обычная камера. Или какой-то аппарат. А ну, посмотрим. А, широкоугольная камера. Да, спереди. И радиометр. Но на самом деле здесь и есть что изменить. И сейчас мы проведем такие изменения. Во-первых, перейдем в вкладочку электропитания и уберем самые дешевые батарейки на 5 Вт. Вот у нас 5 Вт часов батареечка. Одну снимем и вторую. И поставим химическую батарейку, у которой питание уже 10 Вт часов больше получилось. А также мы установим солнечные панели на наш зонд. Вот он. 2 миллиона почти 500 тысяч. Нет, полтора миллиона стоит этот зонд. А у студенческой миссии как раз 2,5 фактически миллиона возможностей. Вот теперь солнечные батареи. И зачем мы освободили одно место для батарей? А потому что у нас есть обнаружитель нейтронов. И он ставится в разъем для батарей. То есть у нас получается больше исследовательского оборудования теперь на нашем зонде. Возвращаемся назад. Видим, как он установлен. Мультизон. Да. Радиационный. И переименуем его. Несмотря на то, что это кольцо астероидов, мы назовем его Мастер. Мастер 1. Потом будет, ну, Мастер М сокращением А. Допустим, это Марс и астероид, соответственно. Мастер 1. Отличное название для миссий к Марсу и кольцу астероидов. Поэтому вот так вот он называется. И студент Ярослав Нариков отправляется, отправляет свой зонд к первому астероиду в кольце астероидов. На самом деле кольцо астероидов названо весьма условно. В реальности же мы видим Марс. Это не так-то далеко от Марса, получается, эти астероиды располагаются. Если посмотреть. Да, Марс очень хорошо виден. То есть это астероиды, которые расположены весьма близко к Марсу. Было бы интересно снять каким-то таким ракурсом, чтобы было бы видно сразу астероиды и Марс. Но не получается. Не получается. Значит, он... Мы Ярослава Нарикова ласково в центре управления полетами называем Ярик-Нарик. Вот... Отменяем управление движением. И... Что он делает? Он делает спуск вниз. Это правильное решение. Это крайне правильное решение. Переключается во вкладку миссии. И... Теперь только одна миссия подсвечивается вместо всех открытых зон. В принципе, если мы увидим, астероиды достаточно хорошо напоминает нам Деймус. Поэтому... Вот так вот идет спуск. Вот так вот идет спуск. Итак, Ярик-Нарик. Постепенно спускается вниз. Даже ускоряется. Но, возможно, зря он ускоряется. До... Трех метров, пяти метров в секунду. Восьми, десяти, десять метров в секунду движение сейчас. Удобно, кстати, что на вот этом крестике показывается направление и скорость движения. Хотя было бы лучше и на приборной панели, чтобы это отображалось. Мы видим, как на заднем фоне располагается Марс. Это не совсем кольцо астероидов. Это просто троянские астероиды на орбите Марса. Кстати, несмотря на то, что в фантастике вам рассказывают, что кольцо астероидов выглядит приблизительно так. И везде можно найти астероиды. Это ошибочное представление. На самом деле, кольцо астероидов настолько сильно разряжено, что найти рядом два астероида, это фактически невыполнимая задача. Это настолько редкое и необычное явление, что... В кольце астероидов, да? Что рассчитывать на него не приходится. Так, семь, пять метров в секунду. Три, два, один метр в секунду. Девяносто, пятьдесят. Всё, фактически Ярик-нарик замедлился. И теперь он разгоняется... К вершине астероида. Медленно, но уверенно. Сколько? Четыре метра в секунду. Можно больше. Кстати, кому интересно в реальной физике, пилотировать с реальной физикой в космосе достаточно интересно и необычно. Дело в том, что чем выше расстояние, тем больше скорость нужно развивать. И наоборот, чем меньше расстояние, тем её снижать. Зная эти принципы, достаточно легко управлять космическими аппаратами. А поскольку они позволяют... Вот вы смотрите, сейчас происходит торможение, два метра в секунду. Это уже посадочная скорость, один метр в секунду. Опять, вы видите, чем ближе, тем меньше скорость. Это принципы полёта в космосе. Вы привыкнете к этим особенностям. Произведено исследование. 50 рублей Ярик Нарик заработал себе на дозу счастья, дозу радости от столь необычной миссии. 20 метров. Видим, то есть рекомендовано, что в районе 30 метров от цели лучше всего иметь скорость где-то 2 километра в секунду и меньше. Не надо больше, поскольку если больше, то может быть больно. А вы видите, немножко неправильно Ярик Нарик управлял. Потому что он, наверное, немножко Нарик. Ведь он же же Ярик. А есть фотография в 276 метрах. Это странное положение для фотографии. Ярик пытается понять, где расположены. Ага, это с противоположной стороны ему придётся облетать астероид. Вы видите, как получается-то? Что ему придётся сейчас облететь с противоположной стороны. Чтобы подлететь к астероиду. К сожалению, нету возможности включить привязку по системе притяжения. Поэтому полёт происходит вот так вот. Отлетает к тёмной стороне. К тёмной стороне. Время включить ночное видение. Вот вы видите, приборы ночного видения помогают даже космонавтике. 160 метров до цели. Ну, Ярику Нарику придётся разворачиваться. Только так, никак иначе. Так, он решает уничтожить любое передвижение. Теперь меняет, убивает, убирает, а не убивает запрет на разворот. И сейчас делает разворот. Ярик Нарик не может нормально развернуться. Его крутит. Он убирает ограничение на разворот и снова разворачивается. И снова убирает на разворот. Не может никак нормально Ярик Нарик развернуться так, как нужно, да? Всё, у него, по-моему, получилось. И невероятная засветка! Вы видите, что делает ночное видение, когда включено и когда солнце светит прямо в глаз. Как говорится. В данный случай в камеру. Значит, что дальше? Переключается на линейный ускоритель Ярик Нарик и... Пытается двигаться. К месту фотографирования. Проблему составляет то, что в объектив камеры попадает одновременно тёмная сторона и солнце. Из-за этого, скажем так, научным термином, нихрена не видно. Нихрена не видно! Это очень точное выражение в люминах, насколько хорошо обозреваема данная местность. Снова включаем ночное видение. Так, Ярик Нарик пытается сблизиться с поверхностью астероида. И найти грёбаную зону фотографирования. Где же фотографии делать? Так, теперь он попробует остановить. Ага, передвижение и так он остановил. Что ж, попробует включить камеру. Зум-камера есть и... Сейчас он попробует развернуться. Есть фотография! Супер! Отлично! Ярик Нарик, молодец! Нет, это не те развороты. А, ему нужно по оси развернуться вот в эту сторону. Да, вот так вот Ярику Нарику нужно развернуться. Молодец! Он справился. Снова-таки, нифига не видно, но очень интересно. И теперь нужно продолжить движение. Вращение отключено. Нужно посмотреть... Нет, это не те ускорители, которые нужны Ярику Нарику. И это не те ускорители. Вот те ускорители, которые сейчас помогут Ярику Нарику разогнаться. До 5 метров в секунду и двигаться вверх. Крайне неудобно. Сейчас он чуть-чуть отлетит от поверхности астероида, потому что боится. Боится, что врежется. Есть, попала в объектив зона фотографирования. Ярик останавливается. Камера. Зумом сейчас работает. И сейчас он развернется, чтобы сделать красивую фоточку. Для того, чтобы отправить им своим родителям и показать, что на самом деле доставляет удовольствие Нарикову. Выровнял судно. А теперь ему нужно снова убрать движение. А вот это неправильное действие было. Ярик запутался в управлении. Вот у нас что. У линейного ускорителя. И да. Взлетает ввысь. Но он не выключил. Маневровые двигатели, которые стоят в режиме... В режиме... Углушение. Он вылетает снова на светлую сторону. И, соответственно, здесь уже не нужно такого ускорения бешеного. Делает торможение. Сейчас снова переключится на камеру. И теперь он будет снимать уже нормально. Вот, красиво фотография сделана. А нам в энциклопедии открылось что еще? Протопланетная эра. Зачем это? Это не очень-то интересно, если честно. Ни Нарику, ни Ярику, ни нам. Никому. Марс. Красивый ракурс Марса. Просто необычная фотография. Теперь Ярик пытается понять, как же он спозиционирован, чтобы развернуться каким-то образом. Вот таким образом хотя бы. Чтобы знать, куда дальше лететь. А вот он принял такую позицию. Теперь переключается на... Линейные ускорители. Убирает торможение. И начинается блюд. Астероида. Вверх. Как мы назовем этот астероид? Зрители Интест-Сети. Это безымянный астероид. И вы можете прислать свои предложения о том, как он может называться. Я же, как член партии, я дам некоторые предложения, чтобы это было базовое название, если не придет никаких других интересных названий. Значит, я предлагаю назвать этот астероид прямо и просто член партии. Просто член партии. Соответственно, все будут знать, что именно Советский Союз и зонды Советского Союза провели исследование этого астероида. По-моему, прекрасное название. Еще одно фотографирование завершено и... Астероид развернулся. Не астероид, а наша станция. Развернулась. Да, отлично. А, кстати, что у нас с электроэнергией? Видим, запасы нормальные. 6,4. И время 12 часов почти без 10 час у нас в кольце астероида. Вот такое вот время. И температура неизвестна, как и давление. Давления здесь явно нет. Переключаемся на линейные ускорители. Смотрим. Нет, это не те линейные ускорители. Вот это те. Да. Замечательное движение. Вы видите 5,6 метров в секунду. На самом деле, неизвестно, какое расстояние к фотографии. 120 метров. Ну, нормально. То есть, до 100 метров, 10 метров в секунду, это вполне нормально. А вот потом нужно подтормаживать. Все. Убиваем. Инерцию. Инерция убита. Ярик столько раз сегодня убил инерцию, что, возможно, у него будет угрызение совести после этой миссии. Есть у нас, по-моему, да, основная задача миссии выполнена. 2 миллиона 450 тысяч отправляется в студенческую научную программу. И остались только дополнительные задачи для Ярика Нарика. И я думаю, он справится на астероиде член партии. Просто член партии. А можно даже сказать, хороший член партии. Большой член партии. Или член большой партии. Варианты разные могут быть. Ну, а вы давайте, смелее, расскажите свое название этого астероида. И, возможно, именно его и выберет советское министерство среднего машиностроения, министерство космонавтики и назовет в вашу честь этот астероид. А, к сожалению, Ярик Нарик, ну, он не настолько хорош, чтобы этот астероид назвали астероидом Нарика. Вот, или просто Ярика Нарика. Поэтому вот так вот получается. Заработано 100 рублей. Ну, вообще-то, Нарик себе заработал уже на автомобиль Тарзан-2. Высокопроходимый. Невероятно. Он сделал все, что можно было. И остались только исследовательские миссии. А исследовательские миссии, как вы знаете, они одни из самых интересных. Давайте, Нарик попробует перевернуться. Да, красиво. Теперь он включает линейные ускорители и сближается с астероидом. Он хочет забрать пробы. А что у нас есть за пробы? А у нас с помощью... У нас пробы радости. Конечно. Какие еще пробы может Нарик забирать с астероида? Только пробы радости. Мы видим, что нам нужно будет радиометр счастья испытывать и радость. Сейчас Ярик погасит все ускорение. Есть. И теперь ему нужно на самом-то деле развернуться. Вот так вот, чтобы поравнять свой аппарат с астероидом. Ну, у него вроде бы как получается. Нет-нет. Вот чуть-чуть так наклон. Молодец! Отлично справляется. Выключает ограничение на ускорение. И... Да, он сближается с зоной посадки. Переключится сейчас на стандартный прибор навигации. 5 метров! 91 сантиметр в секунду. Замедляйся! Ярик! Ярик, нет-нет-нет, не ускоряйся, не ускоряйся. Наоборот, замедляйся. Чуть-чуть. Хорошо. Хорошо двигаешься. 37 метров в секунду. Сближение, сближение. 3 метра. 3 метра, 400 метров. Нет, он удаляется. Он удаляется от места, где нужно проводить исследование. 3 метра. 2 метра. 2,5 метра. Меньше метра. Все. Он полностью остановился. И сейчас переключится с помощью радиометра счастья. Вы увидите, как это происходит. Смотрите. Роботизированная рука. Нет, это анальный зонд. Пока анальный зонд рано использовать на астероиде. Вы видите, как спускается радиометра счастья. Переключается на инструменты. Выбирает. И начинает анализ. В отличие от Деймоса, здесь получится значительно получше. Это самая лучшая орбитальная станция, которая возможна для студентов. Лучше собрать невозможно. И, в принципе, все оборудование, которое можно было на нее установить, уже установлено. Поэтому Нарик пользуется самым лучшим советским оборудованием. И, конечно, жалко, конечно, что ему негде пока применить анальный зонд, потому что именно анальный зонд может показать, существует ли на этом астероиде жизнь. Значит, использовал он радиометр счастья. Теперь он попробует задвинуть руку и полететь еще проверить, а есть ли счастье где-нибудь вверху. Хотя можно посмотреть. 129 метров, 200 метров. Нет, слишком далеко располагаются все другие миссии. Поэтому он линейное ускорение включает, выключает любые задержки и взлетает. Вместо с тем потихоньку садится. Нет, слишком быстро сближался с поверхностью астероида. А вот это движение, это уже нормальное движение. Здорово. 15 метров. 12 метров. 2 метра ускорения. Это, конечно, слишком быстро. Все. Нарик-нарик. Теперь ему нужно выровняться, конечно же. Относительно поверхности. Есть выравнивание, осуществлено. Отключает ограничения по ускорению и продолжает движение. В цели. Все, включает, потому что здесь очень легко запутаться. И лучше вот с такими ограничениями на перемещение. Передвигаться. 2 метра. 2 метра. Еще ближе. Осталось буквы 2 метра 33 сантиметра. Здорово. Здорово. У него отлично получается. И сейчас он получается, а поверхность, благодаря ножкам, отлично приспосабливается. Растет расстояние. 34, 32, 28, 21, 18. Меньше 2 метров. Отлично. Время переключиться на роботизированную руку. Нет, анальный зонт. Я понимаю, что на реку очень хочется применить анальный зонт. Но, к сожалению, здесь негде брать пробы. И нельзя определить, а есть ли жизнь на этом астероиде, член партии. Есть ли на члене партии жизнь. Такой вот вопрос. Зрители всегда могут оставить догадки в комментариях. Завершается анализ. А интересно, если мы посмотрим анальный зонт, у него есть количество использований? Да, всего лишь 20 раз используют. Поэтому Ярику придется немножко, как бы... Ну, что ли... Успокоиться, умерить аппетит. И не пытаться использовать анальные зонты там, где это не нужно. Потому что, если использовать анальные зонты, где это не нужно, это может привести к трагедии, ребята. Да, да, это реально возможно привести к серьезной трагедии. А именно, мы откроем жизнь, например, не там, где надо. Или эта жизнь будет... Недовольна, что мы открыли ее, да? Так, а как бы камеру так удобно расположить, чтобы можно... Нет, это не в ту сторону. Дело в том, что не получается всегда развернуть орбитальный зонт таким образом, чтобы он двигался куда нужно, да? Вот, допустим, здесь много передвижений. 5 метров. 2 метра. Включаем торможение. 3 метра. Зонт располагается где-то здесь, да? В 3 метрах. О, не-не-не-не, правильно, правильно. В принципе, мы видим, что исследование где-то вот здесь располагается. Вот, 2,5 метра показывается. Метр. 90 сантиметров. Так близко еще никогда к поверхности не был. Близко на рек. И вот эта поверхность, которую нужно, если... Это уже даже много слишком. А, значит, нужно развернуться немножко. Нет. Вот так вот. Да. Ну-ка посмотрим. Зону исследования. Но Ярик-нарик попадает в эту зону. Пробует... Все-таки нужно чуть-чуть ниже опуститься. Несмотря на то, что зона указывает, что как бы... Насокон. Но на самом деле... Вот. Нужное... Касание. И есть. Испытываем. Ну, посмотрим, насколько в этой зоне, на этом мастероиде радость. Итак. Счастлив ли член партии? Это важный вопрос, который будет подниматься на ближайшем заседании ЦК КПСС. СССР. Счастлив ли член партии? И насколько сильно он счастлив? Итак. Ответ. Студии. Он счастлив на 180 рублей. Это пока самый счастливый астероид во всей Солнечной системе. Счастливее член партии никого нету. И, конечно же, это значит, что следующее заседание ЦК КПСС будет очень праздничным. И многие-многие получат награды и премии. Ну, а с вами была передача «Время космонавтики», ее ведущий, товарищ Атомный. Вы знаете, что делать. Оставлять комментарии зрителей Интерсети. Делиться видео с другими пользователями из социалистических стран. И также оценивать видео. До скорых встреч.